Ну а газ, он всегда российский. Ну и как ни крути, пока нужен всем. Даже Украина снова приценивается, как мы помним, прямых поставок нашего главного энергоносителя, одного из главных на Украину не было с 15-го года. Ну и вот заявление вице-премьера Украины Владимира Кистиона. Высокопоставленный чиновник очень-очень осторожно высказался. Частичные закупки, цитата, не исключаются. Официальная формулировка. Никогда не говори никогда. При этом мы должны понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы. В нынешнем формате возврат к закупке газа из России очень рискованно и безответственно. Если бы мы перенесли точку учёта за транзитом на восточную границу, такой вариант можно было бы рассматривать. Игорь Валерьевич, мы, конечно, раньше считали свой газ агрессивным, потому что нас давным-давно в этом убеждают украинцы. А тут, оказывается, проблема совершенно в другом. Оказывается, нужно точку перенести, и газ таким образом перестанет быть агрессивным и станет вполне себе удобоваримым для Украины. В чём здесь суть? На самом деле в заявлении украинского товарища здесь сразу две темы есть, и он просто почему-то их вместил в одно предложение. Первое, соответственно, закупка российского газа непосредственно у Газпрома. Так он весь российский поступает на Украину. Но вот у Газпрома вернуться, их просто пропишет Стальгольский арбитрат, потому что он признал, что условия бери или плати, либо ты отбираешь физический газ, либо ты просто деньги за него отдаёшь и не отбираешь. Оно продолжает существовать до конца 2019 года. И на самом деле он просто готовит к тому, что Украина вернётся к закупкам, потому что их суд европейский обяжет. Они же не могут ослушаться европейского суда. Не могут, да? А что скажет, покупайте газ в России, европейский суд, или что? Нет, европейский суд скажет, что контракт... А можешь сказать, покупайте за 10 тысяч долларов за кубометр? Нет, цена определяется ценой на нефть, привязка там идёт к цене этих продуктов, там сложная, в общем-то, формула. Но, по сути, на самом деле, российский газ в Европе сейчас стоит дешевле, чем они, соответственно, закупают. Там мы продаём по 180-200 долларов, они, по данным собственной таможни, покупают от 200... Его же, но только вот так вот через... Его же, да. Причём там самая забавная вещь, например, один из крупнейших поставщиков газа якобы на Украине является Швейцария. В Швейцарии всё стало газ добывать у нас. А вдруг? Нет. Они просто компании там зарегистрированы, и российский газ туда идёт. А он там со стрелками, наверное, и с часовым механизмом, да? Ну, по сути, да, такая история. Через Швейцарию всегда продавали газ. Через Швейцарию никогда не продавали газ, и Швейцария не добывает газ вообще. Соответственно... Через кого вы знаете продавали? Через швейцарскую компанию? Вторая тема — это история с транзитом как раз-таки. Транзит как определяется? Стоит счётчик, когда входит на Украину, и стоит счётчик, когда он выходит. И эта цифра должна равняться, одинаковая быть. Иначе, значит, внутри где-то пропадает что-то. И вот транзит так и проходит. Поэтому никакого переноса точки учёта не существует. Речь идёт о том, чтобы перенести точку сдачи приёмки с европейцами. Ведь о чём говорит «Газпром»? Мы не уверены, что будет транзит надёжный через Украину. И тогда, поэтому мы строим обходные газопроводы. И Украина говорит, а вы передавайте европейцам вот здесь, на нашей границе, Россия и Украина. И тогда этот геморрой, да, эта проблема будет на плечах европейцев. И тогда вам не надо будет ни о чём заботиться, и не надо будет строить обходные газопроводы. Они хотят сохранить транзит по своей территории, потому что он даёт каждый год 2 миллиарда долларов. Естественно, что эти деньги они хотят оставить себе. А Никита Олегович говорил, что мы, как вы сказали, юзаем. А оказывается, выгодно юзаем их для Украины. Мы раньше использовали одну замечательную совместную компанию в Швейцарии и работали все эти годы замечательно. Совместная «Газпрома» и «Фирташа». Всё верно. Это была российская компания. Объясните, что у нас швейцарская. Зададим себе несколько вопросов. Мы можем вообще говорить об экономическом мышлении в сегодняшней Украине. Эти люди покупают уголь, который добывается там же рядом, да, в ЮАРе и в США. Ну, конечно, нет. Экономики нет. Они экономикой не мыслят. Значит, они мыслят как? Политически. Давайте искать политический подтекст в этих заявлениях. Он очень простой. Они хотят перенести точку входа, точку отчёта перед границей Украины. Почему им это нужно? Им это нужно для того, чтобы повысить значимость Украины, потому что сейчас истекают контракты на поставку газа, строятся два газопровода в обход Украины. Это чисто политический вопрос. Они хотят заставить Россию сохранить Украину как транзитёра и продолжать шантажировать и нас, и Европу. Теперь вопрос, кто они? Кто они? Вот этот вот украинский министр, который поговорками говорит бессмысленными, конечно, нет. Американцы, они хотят перенести сюда эту точку. И именно поэтому они как бы перемешали два вопроса. Дорого, дёшево, давайте покупаем газ и незаметно. Знаете, кручу-верчу, обмануть хочу. И главное сюда перенести эту точку. То есть чисто политический вопрос. Нам, думаю, от этого, значит, надо открещиваться. И обязательно, чтобы точка нашего расчёта, нашей передачи газа должна быть на западной границе Украины. Ни в коем случае не соглашаться на восточную. Ни в коем случае. На протяжении последних 25 лет, как только начинается, приближается 1 января, чем ближе мы к 1 январю, на протяжении последних 26 лет мы говорим о газе. Мы, я и говорю, Украина, Российская Федерация. С российской стороны всегда, как и сейчас, оба коллеги сказали, кто-то тырит газ. И якобы... С российской стороны? Нет, я говорю, что два коллеги с российской стороны сказали, что на протяжении всего этого времени главным таким, скажем, фразой было, кто-то тырит наш газ. Я это вообще не говорил. Даже политики Российской Федерации подразумевали, что газ тырится на Украине, через территорию Украины. Поэтому, дорогие друзья, если здесь убрать политику, а взять рынок, вот да, рыночные отношения, территория Украины это тоже рынок, это тоже потребители, это тоже транзит. Что говорит вице-премьер Министерский Стеон? Только у вас карта неправильно нарисована, вы все время Европу рисуете, цифры правильные. Это потребление Украины российского газа, который потребляется через реверс, так называемый. Еще немного притеснений русского языка, у вас все карты будут неправильные. Но, когда мы говорим, что давайте Украина будет не здесь передавать его газ. Это Словакия. А где? Вот, Словакия. Словакия пошел. Не здесь. А вот, если вы карту предвинете, да, Украину всю сюда, и посмотрим тут границу с Российской Федерацией, да, то тогда украинский... Она пока еще не здесь, а вот здесь, пожалуйста. Вот, 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 украинский чиновник говорит, уважаемые друзья, россияне, если вы считаете, что мы ненадежный транзитер, если вы считаете, все 26 лет говорите, что мы воруем, да, передавайте свой газ, не нам, вы же торгуете Российской Федерацией не с Украины, а с Словакией, с Чехией, с Венгрией. Передавайте свой газ Чехам, Словакам, Венгриям, другим, немцам, передавайте на территории Украины с Российской Федерацией. Что в этом удивительно? Ничего удивительного. Если вы нам не верите, пожалуйста, передайте свой газ. Одну секундочку. А вот это миф, это миф навязанный, навязывается все время. Европейцы не соглашаются. Да, вы спросите у европейцев, они соглашаются или не соглашаются. Скажите, пожалуйста. Давайте уберем два мифа. Либо мы, либо мы, либо если вы говорите, что украинцы воруют, пилят газ, как говорил Владимир Путин, тогда передайте его у себя на границе, европейцам. Если вы его не передаете, тогда спросите у европейцев, где они хотят получать мой газ. Расскажите, пожалуйста. Россия делает два обходных трубопровода. Знаем. Ну, не от хорошей жизни, вы понимаете, да? Нам бы так вот выгоднее было. Я думаю, что от хорошей жизни, потому что немцы в этом заинтересованы. У вас упала, верность через Украину, кажется, до 19 или до 18 миллиардов, да, кубов. С 50 до 19. Если вы взорваны в Украине, 30 миллиардов кубов мы употребляем. Да нет, проходит. Нет, нет, мы про транзит говорим. Про транзит. Вот было 125. Вы понимаете, еще хитрый, знаете, что заключается? В этом году рекорд, рекордные поставки российского газа через транзит Украины. Рекорд. За последние 6 лет мы не выходили на такой объем. Мы транзитируем больше 100 миллиардов кубов газа Газпромовского Европы. Это объективно. Сместрия вообще. Хорошо. Это рекордные поставки. Я говорю о другом, о том, что когда... Тем самым мы говорим о том, что мы надежный транзитер, понимаете? Если мы говорим... Конечно, вы надежный. Я вам напомню, 6 лет, когда назад вся Европа вздрогнула от надежности. Да, постоянно. Речь идет о другом. Василий, Василий. Подъелся и рассказывал. Никита, подожди. Когда эти две, а точнее три ветки, потому что вторая ветка Северный поток и Южный поток заработают, то трубы немного высохнут. И газотранспортная система, они тоже это умно. Они ставят на восточные границы, потому что отлично понимают, что содержать без наличия денег от транзита или минимальных денег от транзита будет невозможно. А тут уже вся Европа накинется помогать, восстанавливать, а это большие вложения. Переиграли. Как это переиграл? Это что я переиграл? Кто, что переиграл, давайте разберемся. У европейцев, как известно, спросили. Они, конечно, на это украинское предложение пойти по объективным причинам не хотят. Владимир Вольфович Жириновский ждет возможности выступить в программе 60 минут.